Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить полёты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 после крушения в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек. Самолёт выполнял рейс из Одисабебы в Найроби. Он упал через несколько минут после взлёта. На борту были граждане 35 стран, включая троих россиян. Это было не первое крушение самолётов этого типа. Так, в октябре прошлого года произошла ещё одна авария – самолёта индонезийской компании Lion Air. Boeing 737 MAX упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Погибло 189 человек. «Мы предупредили пилотов авиакомпании. Безопасность американских граждан – наша первостепенная задача. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял родных и близких во время двух крушений самолётов 737 MAX, которые использовали эфиопские авиалинии и Lion. Боинг – это удивительная компания. Сейчас она усердно работает. Надеюсь, что скоро она даст ответы на вопросы». Многие страны ранее также ввели подобные запреты. Среди них Канада, Великобритания, государство ЕС, а также Китай, Австралия и Индия. В общей сложности самолётами этого типа пользовались примерно в 20 странах. Boeing 737 MAX – это четвёртое поколение самолётов Boeing 737. Впервые он поднялся в небо в 2016 году. Как стало известно, крушение в Индонезии произошло по причине сбоя в компьютеризированной системе управления лайнером. Датчики передавали неправильные показания, из-за чего нос самолёта постоянно опускался вниз. Эксперты говорят, что уже по имеющимся данным, крушение в Эфиопии очень похоже на предыдущее. Впрочем, действительно ли самолёты упали по одинаковым причинам, ещё предстоит подтвердить в ходе расследования. После приостановки полётов акции Boeing стали падать в цене.